Последние годы многие школы нанимают сотрудников службы безопасности из частных охранных предприятий. В основном это, конечно, мужчины. Представительницы прекрасного пола встречаются намного реже. Как оказалось, в Нарьинмаре тоже есть женщины, профессионально занимающиеся охранной деятельностью. Об одной из них расскажем в следующем сюжете. Рабочий день охранника в школе начинается в 7.31 делом обход территории и подготовка рабочего места. После чего охранник школы встречает учеников, педагогов и всех, кто посещает образовательное учреждение. Встречаем мы детей, температуру проверяем у них, потом антисептиком вырабатываем руки. Я сажусь на свое место, как это положено. Потом начинается у нас с полдевятого звонок на урок, и у других начинается без двадцати девять. Тоже занятие у старшеклассников с девятого по одиннадцатый класс. Марина Вылка работает охранником в первой школе почти год. После прохождения двухнедельных курсов девушка устроилась работать в частное охранное предприятие, откуда ее распределили в одну из крупнейших школ Нарьинмара. Чтобы хорошо выполнять свою работу, охранник должен обладать хорошей памятью, быть ответственным и наблюдательным. Данными качествами и обладает Марина. Если у человека есть свой стимул, если ты уверен в своей профессии, в своей работе, то ты пойдешь. А если ты не уверена в себе, то это можно уже и, даже и, как сказать вам, даже и не идти уже, не решаться. Я решилась просто, и все. Потому что я как бы человек общительный, детей тоже очень люблю. Где-то у меня как строгость есть. У меня строгость просто как этот гол. Один голос стоит просто. Они привыкли уже все ребята. Доброжелательная и строгое. Так отзываются о своем охраннике ученики и педагоги первой школы. Всех сотрудников и ребят знают в лицо, а многих и по имени. По-разному можно относиться к своим профессиональным обязанностям. Марина Сергеевна из тех людей, которые справляются с возложенными на нее обязанностями. Она подходит к этому далеко не формально. Требовательная, строгая. Умеет найти подход к каждому ребенку. Поздороваться и даже направить на путь истинный. Очень интересно наблюдать за тем, как охранник вместе с нами встречает учеников к началу учебного дня. Дети относятся к Марине Сергеевне очень доброжелательно. Даже такие ребята, которые не всегда выполняют требования учеников, прислушиваются к Марине Сергеевне, реагируют на замечания. Обязательно здороваются, что заметно, при входе в школу. Работа охранника в основном всегда считалась мужской профессией. Но, как мы видим, и женщина вполне может справиться с этими обязанностями. Марина Вылка на своем примере это доказала.